Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok у вас проходной. После этого мы пришли к ректору. Леонид Павлович был в лагере ректором. Приемные просидели. Он быстро пришел. Дождались его. Он сказал, все, будет зачислен. Вызвал Кулагина. Кулагин был в то время исполняющим обязанности замдекана и вызвал как раз сопротивленный Владимир Павлович Павлович. И дал ему команду зачислить. Вот в такой конфликтной ситуации я поступал в МТВ Небалово и познакомился в свою ситуацию с сопротивлением. После этого, значит, несмотря на свои такие небольшие успехи в приемных экземнах, после первого семестра я сдал все из дисциплины на отлично. И после первого семестра получил уже полученную стипендию. и уважение к Владимиру Павловичу Сопротиву, который меня уже с тех пор предметил. И уже начиная со второго курса, как только начался второй курс, меня, значит, пригласили на кафедру, на которой, как раз вводим Павлович Павлович, и по которой я профилинировался, по какому-то день, который взломал получил Александр Михайлович, пригласили на кафедру и сказали, что поскольку ты поступил я, издаешь хорошо, то тебе поручим работу дополнительную. То есть, опорвили меня на пост акте техника туда, на работу. И стал я работать по направлению сначала Немчиновой Евгении Александровны, которая занималась решетками, и потом с Владимиром Степановичем, поскольку Евгения Александровна ушла и дядя помер академик, и она ушла готовить его труды в другой институт. Институт народного хозяйства не питания. Академик Немчинов тогда скончался, то она пошла оформлять его труды, которых много накопилось у него в домашних летних, и она была его племеной. И я перешел к Сопрыкину Владимиру Степановичу работать по расчетным работам по его кандидатской диссертации. Вот теперь я перейду к тому моменту, когда освещу круг вопросов, круг научных вопросов, которые в то время мне был поручен. чем я с ним занимался с Владимиру Степановичу. Вот была такая проблема. Она была в войну. Эта проблема такая называлась про звук. Когда летели самолеты, то четыре рупора были установлены. Прибор такой стоял. Четыре рупора, вот такие вот рупоры, и в конце рупора микрофоны стояли. Четыре рупора стояли вот таким образом. Впереди не стояла прожекция. Как только сигналы во всех четырех рупорах сравнивали, то прожектор, конечно, попадал на этот звучащий самолет. ну становился уже мишеней для трех для демитых установок на деле. Ну вся система стояла, конечно, на поворотной платформе, которая вращалась в пазину, только углу места. Вся вот эта система то она работала по принципу нулёрного, то есть насекала равенство всех сигналов и равные сигнальные тоны отслеживала вот этого звука. Так что самолёт оказывался в попыте. В дальнейшем, ну, конечно, нужно было производить суммарную разность и обработку этих сигналов микрофонов и поворачивать эти штурвалы. Сначала они поворачивались операторами, ну, оператором наводчиком этой установки, а в дальнейшем автоматически. В то же время, вот, после лозовойни, эта система проработка по методу равной сигнальной зоны, как вот мы рассматриваем мост, двойной мост, то там в случае баланса чувствительность наиболее высокая и характеристика иметь линейный характер и наиболее чувствительная мостовая схема в нуле, в нуле, в зоне баланса. По этому принципу в 60-м году вот вышла книга Ротца, Дональд Ротт был такой специалист американский, он, значит, опубликовал книгу моноимпульсной радиолокации. Значит, суть заключалась с работы Дональда Ротца в следующем, что также с четырех апертур А1, А2, А3, А4 с четырех апертур направляли сигналы импульсные находившие СНЧ сигналы в сторону летящего объекта. Эти сигналы отражались и в том случае, когда осуществлялось равенство этих сигналов, то считал, что в перекрестие попал объект летящего объекта. Определялись углы, угол места и азимут этого объекта. Таким углом. При помощи одного обработки сигнала одного импульса. Вот такими системами и занимался Владимир Степанович его диссертация была как раз примерно в этом плане и посвящена. Конечно, эти все системы СВЧ состояли из волноводок, прямоугольных волноводок, сочленений, ЕИА-ш сочленений, гибридных сочленений, ЕИА-ш волноводок, которые сочленены как раз суммарную разрушенную обработку этих сигналов, поступающих в существенных операх. Но там появилась такая тонкость, что при отражении сигнала от цели происходил поворот плоскости полиоризации отраженного сигнала. И отраженный сигнал не попадал в эти стрилили, даже не были его при приеме. Поэтому вот Тони Ву, Владимир Спаль стоял такая задача, что осуществить вот эту независимость от поворота полиоризации, обработки сигнала независимой блокнотной системы. Поэтому были предложены такие сочленения волноводные, которые обеспечивали работу с двумя полиоризациями. горизонциально вертикально передушатки. Вот одним из таких сочленений явился такой крест, как я его назвал крест сопрытия. Крест сопрытия. Это был 12-й полис плечи, если его разобрать на одной волне, когда работают волноводы на основных лунах. Из квадратного сечения у него 6 ключей по координатам. Кречи 1, 2, 3, 4, они направлялись вот этим апертуром облучателем. Два других ключа в них вычислялась сумма разность. Причем плечи менялись они. Если поляризация была затекальная, то в одном плече была сумма, в другом разность и наоборот. Если поляризация была горизонтальная, то наоборот. Там была сумма, там разность. Вот таким вот это мое одно из первых заданий еще студенческих лет. Вот этот многополис 12-ти полис мы рассчитывали товарищам с одним по учебе. В том рассчитывали матрицы рассеяния по ходу. Матрица как передача ощущалась сигнала, с какими комплексами коэффициентами шла передача из одного плеча к другому. В общем 12 полисов методом графов, метод не касающийся петель просматривали вот это функция передачи. конечно это все вручную. Алгоритм мы тогда еще не знали, не было. Это сейчас метод не касающийся петель для произвольного графа. Можно программу завести и рассчитать передачу, рассчитать матрицы рассеян, коэффициенты матрицы рассеян. в том время мы делали все вручную. Ну и привели все к изящной форме формулки небольшой, симметричной такой формулки, которую он и поместил в этот десертат. Кроме того, поскольку у меня был почерк самый такой подходящий для этого вопроса, то я все эти формулы, все, которые и другие ребята ему считали, раньше это допускалось, расчетные работы проводили студенты для кандидатов наук, потому что машин вычислительных не было. Все это было на ключах студента. И вот мне пришлось даже вписывать вот эти формулы все в его диссертацию. Во все шесть экземпляров вписаны вот моей рукой. Все его формулы. Так что под конец мы погружились с ним очень хорошо и до конца до самого окончания, до шестьдесят седьмого года мы работали как говорится в тесном контакте в дружбе, в большой дружбе. После этого мы расстались и с тех пор с шестьдесят седьмого года я его ни разу не видел. Вот такие дела. Но знаю, поскольку их команда вся перешла в меня команда, в главе с Преснехиным членом корреспондента он получил там, то он там работал на кафере вначале, поскольку он прекрасный преподаватель, хорошо знающий тематику антеннно-фиберной системы, он читал лекции, практические занятия вел, лабораторные работы по антеннно-фиберной системе, прекрасно читал лекции. Кроме того, был большой организатор, выдающийся организатор науки. работал в большом в этом коллективе и дослужился до проректоров по научному обучению и дальше мы взяли вот в полку вот такие у меня воспоминания о Владимире Светлане Сапатии. Несмотря на то, что эти такие люди такого масштаба в Википедии их не фигурируют, но вклад их в развитии этой техники большой. И эти работы все, которые многочисленные коллективы сотни тысячи людей принимали участие в подобных работах, расчетах, экспериментах, привели в конце концов создание таких систем, как вот ДОН, который является сейчас в основном чудом света, система ПРО, обороны Москвы, который является в настоящее время щитом, щитом противоречебного щитом России. такими незаметными казалось бы на первый взгляд ученые и организаторы несли большинство именно вот этих солдатов науки. Я буду иногда говорить в своих лекциях, как поскольку всякую победу во всей войне все равно осуществляют солдаты, хотя и под руководством таких генералов, как вот Преснутин и Залин и Павел и и Павел и отдельно надо говорить. И о них уже много сказано. А вот таких солдат, как Владимир Степанович, которые сказаны еще достаточно мало. Спасибо большое за внимание. До следующих встреч. Будьте рады.